Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Сегодня мы с вами будем мастерить фитокартину, но настоящие стабилизированные растения стоят немало. Поэтому предлагаю вам сделать фитокартину из ниток и искусственных цветов. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Фоторамка готовая или самодельная. Как сделать своими руками раму из гофрокартона я уже неоднократно показывала. Ссылочку на этот мастер-класс вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Гофрокартон, карандаш, линейка, ножницы, нитки разных тонов зеленого цвета, искусственные соцветия, декоративные ветки, бусины, листовой пенопласт или пеноплекс, Острый нож, полимерный клей, термопистолет, а также тонкий полиэтилен. Я использовала кусок обычного пакета. Приступаем к работе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окрашивать пенопласт не обязательно, потому что основу под слоем ниток практически не видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для приклеивания нитей можно использовать полимерный клей, клей ПВА, также любой другой клей, который не разъедает основу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю еще один вариант создания таких деталей. Субтитры создавал DimaTorzok Из гофрокартона вырезаем дублирующий вкладыш. До приклеивания композиции я ее отдельно собрала. Можно оставить в таком виде, приклеивать постепенно. Можно сфотографировать и это все разобрать и уже по фотографии приклеивать. Такие пластиковые детали я купила в цветочном магазине по отдельности. Если у вас нет таких, можно заменить чем-то другим. Например, можно скрутить шарики из сизали, применить крупные декоративные бусины или цветы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok